Дерзать, искать и открывать. О том, в какое время сегодня живет молодежь, попытались напомнить в Симферопольской библиотеке имени Пушкина. Там в необычном формате отметили Международный день молодежи. Никаких флэшмобов и громких акций, только книга, мысли и высказывания классиков. Екатерина Зуева присоединилась к читающей молодежи. Как отметить день молодежи? Можно так? А можно так? А вот в библиотеке имени Пушкина предлагают альтернативу и приглашают всех сесть за книжки, успокоиться и почитать. Тут говорят, ни интернет, ни кино, ни театр, ничто не заменит то, что было написано много лет назад. И кто бы что ни говорила, молодежь таки дорогу в библиотеку не забыла. Живут во время мощных компьютерных технологий, но книга для Даши и Кристины святая. Литературу выбирают по интересам и размышляют. Наше время самое лучшее, потому что у нас сейчас очень много возможностей. Сейчас молодежь действительно активнее, чем была 2-3 века назад. На выбор книги о войне, а рядом высказывания великих людей. Чтоб думали, тут же фотовыставка, на снимках, как говорит автор работ Леонид Берестовский, «Мирная война». Это перезахоронение наших солдат, это поиски, это могилы. Это то, что забывать нельзя. Это то, что должны помнить все молодые люди. Рядом работы легендарного советского военного фотокорреспондента Яблонского. И все это не случайно. У солдат тоже была молодость, правда, украденная войной. Дерзать, искать и открывать призывают библиотекари. И хотят, чтобы молодежь не забывала… Читать, размышлять в первую очередь. Читать и размышлять не забывает Александр Черных. И он знает, для чего это делает. Для развития, саморазвития, самообразования. В праздничном зале молодежи немного, но все, кто пришел, старым себя не называет. Говорят, молодой душой. Для Евгения Хацевского поход в библиотеку – лишний повод вспомнить школьные и студенческие годы. Сегодня он не читатель, а зритель. Параллель между своим поколением и нынешним не проводит. Говорит… Молодежь, она всегда счастливая. Для всех. И тогда, и сейчас. Крымская молодежь – самая романтичная, самая умная и самая спортивная. Все это доказывают не один день в году, а все 365. Екатерина Зуева, Денис Тищенко. Время новостей.